Привет! Интересный поворот мы сейчас можем наблюдать в международной политике. Ну и в первую очередь, конечно же, в фашистской России, которая с нами воюет. Значит, что там происходит? Они встречаются с террористами, любят дружить со всякими людьми с подмоченной репутацией, ну в частности с террористами, да. Представители Хамаса приезжали в Москву, и до этого были визиты. Талибы приезжали, Ким Чин Ин приезжал. Ну, в общем, все лучшие, лучшие люди этой планеты. Но на самом-то деле, значит, беда в чем рашки-то? Встречаются они с Хамасом, а хотят быть похожим на Израиль. Вы за пожестче в дипломатическом стране? Да. А если переложить на военный лад, то что должно было остаться от Украины сейчас, если от Украины хоть что-то могло остаться в результате такого рода действий с нашей стороны? Здесь Оле Скобеевой и другим нужно кое-что пояснить, потому что она высказывает коллективную позицию. Ну, во-первых, Украина не Россия. Это вроде как уже начали понимать даже на болотах. Но Украина это и не сектор газа. Это большая европейская страна. И да, они хотели бы сравнять с землей все, как в секторе газа делает сейчас Израиль. Они проводят наземную операцию. То есть ракеты летят нон-стоп. Ракеты, танки. Настоящая война со всеми вытекающими из этого последствиями. Но с нами они так поступить не могут. Не потому что не хотят, а потому что не могут. Ну, мужчина из клуба Путина 70+, с большой вероятностью понимает, о чем я сейчас говорю. В любом случае, значит, там, на болотах, произошла в некотором роде, ну, не то что революция, но стачка. В прямом эфире российского телевидения произошла зрада. Ну, по-русски это предательство. Когда российские прикормленные, откормленные перешли от позиции Путина к позиции Израиля. И это интересно, особенно на фоне того, что вот один ассамблея голосовала за гуманитарное перемирие. Чтобы Израиль не атаковал сектор газа, ну, прекратил стрелять, в общем, отказался от мести, отказался от обеспечения своей безопасности. Тут прикольно, кто голосовал против. Резолюция была принята абсолютным большинством. Значит, голосовали против, значит, 14 государств. Против 120, то есть 120 стран за остановку войны, а 14 против. Среди них такие государства, как США, ну, Израиль, понятно, Угорщина, она же Венгрия, Австрия, Чехия, Хорватия и Украина. Я когда посмотрел этот список смельчаков, там есть еще островные государства, мы их перечислять не будем, потому что они слишком далеко, и от них совсем ничего не зависит. Но, оказывается, у нас тут с Венгрией даже есть какие-то точки соприкосновения. Это в контексте наших двухсторонних и многосторонних отношений в рамках Украины и ЕС говорит о том, что с Венгрией Орбан, не Орбан, переговоры нужно вести и достигать на переговорах своих результатов. И так оно и будет, кстати. Так вот, значит, сейчас российские пропагандисты будут визжать на тему, что в Израиле нацизм, фашизм, и они вообще не любят детей. Хотя еще раз, сами поступают российские нацисты на территорию Украины точно так же. И количество жертв среди мирного населения в Украине, знаете, почему меньше? По одной только банальной причине. Это география. Посмотрите на размер Украины и сектора газа. И сразу все станет понятно. Хотя, опять же, масса городов, таких как Мариуполь, они там нормально. Десятки тысяч убитых. Десятки тысяч убитых российской армии. И после этого эти негодяи еще смеют кому-то рассказывать, как им жить. Так вот, да. Ну, мятеж. В эфире Раша ТВ. Убитые количество детей. Ну, там, может, неправильно посчитал. Более двух тысяч. И они говорят, вы же не Хамаса убили. Вы же убили мирных. Вы убили детей. И отец, который останки своего ребенка несет в больницу, его боль не меньше, чем боль отца еврея, который своего несчастного ребенка находит. Я понял. Я слышал это. А у меня вопросы. А что нам делать? Что нам сейчас делать? Идти с ними на переговоры? Я разве об этом сказал? А что делать? Яша Кедми, товарищ хитрый, он хотел сидеть на двух стульях. На израильском и, соответственно, на кремлевском. И получать денежки из кремлевской кассы. Платят там нормально. На пропаганду там никогда не скупились. Но вот получается, что когда стоит вопрос о твоей личной жизни и безопасности, то нет, кремлевский стул отодвигается. Хотя Яша с большой вероятностью, несмотря на это, все равно свои бабки получит. Но разложил он этот подход четко. Вполне возможно, что он просто понимает, если бы он сейчас слился бы с Хамасом, с которым слилась Россия, то его дома бы на родине не поняли. Ну, остановиться? Я разве это предложил? А что? А что нам делать? Ну, по крайней мере, сделать можно. Ну, по крайней мере, что мы должны делать, чтобы государство должно защищать своих людей? Да. Свою страну. Что нам делать сейчас? Но оно не должно уничтожать невиновных людей. Нет, что нам делать? Ничто не делать. Пожалуйста. Договориться с арабским миром. С кем договариваться? Арабским миром. Какой арабский мир? Пожалуйста, обвиненный арабский мир. Он защитил наших детей 7-го числа. А он мог защитить детей? А? Он мог защитить детей? Он мог. Как могли защитить, например, Египет? Чтобы не было Хамаса. Кто его поддерживал? А кто его поддерживал? Кто его поддерживал? Катар. Так, раз. Еще кто? Турция. Так, и еще кто? Еще, и еще. Спецслужбы какой страны им занимались? А? Президент какой страны говорил, что ему нужен Хамас? Я еще. Премьер-министр. Какой страны говорил? Я еще раз говорю. Мы не создали Хамас. Мы его использовали против нас. Но это не играет сегодня роли. Конечно, забавно смотреть, когда на Соловьева кричат в прямом эфире. Я вот вам всегда говорил, что эти люди, многие, кто не знает этой кухни, они выглядят такими интеллектуалами, такими классными ораторами, всякое такое. На самом-то деле, если у тебя есть возможность, тебе не выключают микрофон, положить их на лопатки, ну, в переносном смысле, вообще не составляет труда, потому что они исповедуют вот эту вот грязь и черноту. Так вот, по поводу Хамаса. Да, действительно, когда-то был этап, когда Израиль поддерживал Хамас в борьбе с Ясером Арафатом, для того, чтобы, ну, вот, разделяя и властвуй. В конечном итоге, Хамас взял власть, это, ну, никто-то не скрывает. Только вот Яша, а что ж ты такой, вот, вроде бы смелый, кричишь на Соловьева, самое главное, я не сказал, кто еще поддерживает Хамас? Иран и российское государство. Да, если бы было бы не так, то вот этих вот попыток вкинуть вот эти вот темы, что Украина продает Хамасу оружие, тоже мне сама постановка вопроса идиотичная. Почему? Да потому что нам оружие нужно свое и себе. Потому что если у нас не будет оружия, нас здесь убьют. Всех причем. Ну, это так. Но эту тему россияне качают. А кто может Хамасу поставить трофейное оружие? Привет Биби, который говорил, я не хочу поставлять Украине оружие, хотя там не все так просто, потому что мы не хотим, чтобы оно попало в Иран. Не хотите, да? А Хамасу якобы оно попало. А воюет Украина с кем? С Хамасом нет, с Ираном нет, с Россией воюет. Так кто ж тогда мог это поставить? Ну, ладно. Это можно сказать лирика. Значит, Яша Кедми пересаживается с вот этого положения сидеть на двух стульях на один стул и продолжает орать на Владимира Соловьева. А в это время проводится, да, операция. А в секторе Газа танки там гудят и стреляют, бомбы летят, взрывают подземные ходы Хамаса. И, конечно же, в результате этого гибнут люди. А вообще, что связывает Хамас и Россию? Ну, во-первых, знаете, мир вообще не идеален. Но как определить, кто нацист вообще? Правило оно универсальное. Тот, кто пересек границу. И сейчас границу пересекла Российская фашистская федерация, если мы говорим об Украине. Ну, и эти террористы Хамаса. Все очень просто. Седьмого числа в полдень что должен был делать Израиль? Уничтожить Хамас. Правильно, это мы и делаем. Но когда теракты пришли на нашу землю, мы не стали уничтожать Чечню и чеченский народ. Мы не стали сметать с лица земли мирных чеченцев. И поэтому сейчас чеченцы вместе с нами воюют бок о бок против украинского нацизма. Как выглядела Чечня после войны? Ну, видеокадров достаточно. Все сравняли с землей. Уничтожили колоссальное количество людей. Надо отдать должное, что Российская армия на себе не отказывает в традициях. Они убивали в Чечне всех. И этнических славян, и этнических чеченцев. Убивали всех. А то, что бойцы Рамзана Ахматовича сейчас в Украине играют роль заградотрядов. Ну, это такое дело. Но вот в историческом плане, как это ни странно будет сейчас звучать, с кадыровцами нам будет договориться, или с чеченцами в целом намного проще. Так что, Рамзан Ахматович, берите власть в свои руки. И многое уже делается. У них уже создано два батальона имени людей. Например, шейха Мансура и еще одного парня. Которые там некоторое количество столетий назад воевали с царской армией. За независимость. За себя воевали. И теперь вот Рамзан Ахматович создает соответствующие подразделения. Так что, рассказывать о том, что вы никого не убивали в Чечне или в Украине. Это знаете, как люди любят рассказывать вот с таким придыханием. Что вот я общался с российскими военными. Они говорят, что российский солдат не готов делать бучу, которую они сделали. Это главное слово на Соловьева. Он же тоже, как и Путин, никогда не врет. Но они все время пытаются показать вот это высокоморальное лицо. Высокоморальное лицо российского нациста, российского оккупанта. А Яша Кедми пересел на израильский стул, на родной. И говорит, нет, ребята, так не пойдет. Во-первых, чеченцы это были граждане России, вывели войну на свои территории. Конечно. Во-вторых, Грозный не выглядел лучше, чем сейчас Газа. Грозный выглядел гораздо лучше, чем выглядит сейчас Газа. Ну, посмотри фотографии. Это не имеет значения для нас сегодня. И все знают, что Яша прав. Все это знают. Ну, и, кстати, ремарка о том, что чеченцы это россияне. Ну, граждане России, она важна в данном случае. Так, на секундочку. У них была гражданская война в Чечне вообще-то. Хотя сейчас мы Шкарью признаем. Ну, это история будущего. Я еще раз спрашиваю, что мы должны были делать 7-го числа в полдень? Вы должны? В полдень? А что вы должны были делать 7-го числа в 7 утра? В 8 утра. Все ошибки, которые... Какие ошибки? Когда столько часов по вашей территории шли бандиты, гнали пленных, убивали людей. Не важно, не важно. Это не важно. Вы расследовали? Что должно делать государство после того, что произошло? Сначала государство должно провести анализ. Нет анализа. Люди должны жить завтра. Правильно. Чтобы люди должны завтра, ты не должен сейчас взять неподготовленную армию, бросить ловушку. А в армии подготовленная. Не надо повторять глупости, о которых ты не знаешь. Это не глупость. Это то, что говорит ваш премьер-министр. Нет, премьер-министр никогда не говорил, что армия неподготовлена. Министр оборону, начальник генерального штаба, бросают сейчас израильскую армию в газу? Нет. Они готовят. Нет, армия готова. Но они не могут... Ну хорошо. Театр военных действий не готов для того, чтобы вести сухопутную операцию? Готов. Тогда чего вы ждете? Я же вас... Тогда чего вы ждете? Я же вам не ною, когда вы начнете наступление. Потому что это вопрос оперативный. Правильно. Это интересная тема. Я вот реально вижу во многом совпадение с Украиной. Мы тоже провтыкали начало войны. И цена у нас, кстати, значительно серьезней. У нас не 1400 убитых в рамках вот этого недостаточного, недостаточной подготовки к войне. У нас цена, блин, когда думаешь, страшно становится. Но, опять же, это не значит, что не надо воевать и защищать себя. Проводить работу над ошибками будем позже. Обязательно будем. Когда операция начнется, тогда будет ясно, для чего она была нужна. Не надо, не надо, не знаю, что происходит. На мой взгляд, надо открыть границу, вывести женщин и детей, нуждающихся в помощи. Мы им сказали, уберите из места боев. Место боев до нахалаза. Уберите оттуда людей. Кому их? Если вы сами же говорите, что Хамаса к ним выпускают, что он их взял в заложники. Ну, так что нам остается делать? Поэтому убивать мирных? Убивать детей и женщин? Мы пойдем туда с танками, потому что мы, Хамас, в первую очередь должны уничтожить. Вы пойдете туда с танками. Так же, как было в Берлине. Никто не считал, сколько немцев погибло, сколько женщин погибло, сколько детей. Никто не считал. Кто начал войну, тот и будет за нее платить. Яша не дурак. Россияне, запомните эти слова. Это же то же, что говорю я. Хотя мы с Яшей не сговаривались. Это очевидно. И пока, вот они держат паузу, мол, мы об Украине не говорим, Путина то хороним, то воскрешаем. Война продолжается. И российские собачка-свинка-триколор заплатят за эту войну. Заплатят. В том числе, жизнями детей, женщин, своих. Ну, в некотором роде, когда они отправляют своих солдат на войну, то что же, ну, в теории, чьи-то дети. Хотя в российских реалиях есть мнение, что российский солдат, он сын Путина, внебрачный. Он же собственник этих товарищей. Хамас начал войну, и он будет за нее платить. Но надо отметить, что советский солдат по-другому входил в Берлин. Советский солдат входил в Берлин так, как входят во вражескую столицу, и цели были военные. Мы входили и в Берлин, и в Прагу совсем по-другому. Володя, не надо мне рассказывать. Якович, и мне не надо рассказывать. Я знаю, война это война. Когда берут вражеский город, его берут так, как можно. И в данном случае у нас выхода нет. А русский солдат? Хамас должен для нас. Хамас не останется. Прикольный момент. Яша не хочет уезжать совсем из Москвы. Касается того, как брали Берлин. Массовое изнасилование, мародерство. Жуков, который маршал Победы, несколько составов различных ценностей вывез из Германии. Вот так вот они входили. А потом пропаганда создала вот этот миф российского солдата, которому все были благодарны. Нет, они действительно действовали по законам войны и вне законов войны. Закон войны изнасилования немецких женщин не предусматривал. Но это же происходило. Точно так же, вот заметьте, как они позиционируют, в частности, вот Бучас, российский солдат, такое сделать не мог. Не мог. Ну, потому что он российский, потому что он сын Путина. И вот, мол, сразу раз и притягивают вторую мировую войну. В Советском Союзе об этом говорить было не принято. И многие ветераны, ну так, не любили рассказывать о том, как они освобождали Берлин. Теперь стало понятно, почему. И Яша вот на этом акценте решил не заострять. Ну, я не Яша. Я Роман Цамбалюк. Мы здесь называем вещи своими именами. Вопрос. Уничтожайте Хамас. Но убитых женщин и детей... Никто специально женщин и детей не убит. А не специально, это есть какая-то разница? А? Ну, если это такой процент погибших мирных... Вот поэтому мир и говорит, не делайте это. Нет, а что нам делать? Вы знаете, я так сэррежу. А что нам делать? Ну, если вы хотите это доверить миру, мир примет решение. А? Если вы хотите доверить решению миру, мир примет... Нам плевать на этот мир. Мы никогда им умничали, что вам делали. Наша безопасность... Вы тогда определитесь, вы ее не смогли сами обеспечить. Мы всегда ее сами обеспечим. Не смогли. 7 числа вы не обеспечили вашу безопасность. Вот мы за нашу ошибку теперь ее исправим. Но вы исправляете эту ошибку, убивая мирных женщин и детей... Нет, мы не убиваем мирных женщин и детей. Или уничтожая Хамас. Мы уничтожаем Хамас. Если он прикрывается детьми, то это его проблема. Нет, это проблема этих несчастных детей. И каждая бомба, которая убивает этих несчастных детей, порождает очередных взрослых мужиков, которые пойдут и будут мстить. И вы будете уничтожать их. Не надо их порождать, они уже породились. Они уже, вот этот ***, который говорит по телефону, отчего он, кто его породил? Объективно, в этой истории нет хороших решений. Да, это правда. Но я с Яшей согласен. Тот, кто напал, тот и будет платить за войну. Что делать? Вот что делать в такой ситуации? Подвергнуть смертельной опасности своих детей или защитить своих детей? Даже вот такими вот способами, о которых они сейчас говорят. Вывод же на самом деле очевиден. А эти вот российские, что они делают? Они создали условия для того, чтобы это 7 октября было возможным. А теперь рассказывают Яшикедме и другим евреям, что не все так однозначно. Вы сами виноваты. Но эти же товарищи из Хамас. Это же ДНР. ЛНР. То есть, это по факту рука вот этих вот режимов иранского и московского. Все же просто. Иногда политики, они делают вид, что это не так. Потому что это неудобно. Играют там в Минские соглашения или какие-то там декларации, там, я не знаю, генералансаблеи. Ну, а суть же от этого не меняется. Хороший вопрос. А когда мы начнем копать, выяснится, что его младший брат погиб под бомбежкой. И выяснится, что его там, не знаю, дед погиб под бомбежкой. И это череда ненависти, череда преступлений никогда не остановится. И поэтому он пишет, мама, посмотри, сколько евреев я убил. И это невозможно и не оправдывает. Но страшно другое. Что вот это насилие, порождающее насилие, приведет к тому, что Ближний Восток взорвется. Не надо оправдывать этих чудовищ. Не надо оправдывать немцев, нацистов, тем, что их породило. Никто не оправдывает. То же самое. Но никто не говорит, что все немцы нацисты. А я тоже не говорю в Союзе. Поэтому я говорю, Хамаз. Но если Хамаз прикрывается своими детьми, то это его проблема. Да, так на Соловьева давно никто не кричал в его программе. Так давно никто не унижал. Он этот спор проиграл объективно. Он же должен был доказать тут всем, что позиция Рашки, она правильна всегда. А оказывается, не все так просто. Особенно, когда ты сам исповедуешь эти подходы. Войну, нападение на Украину. В частности, подписывайтесь на мой канал. Называем здесь вещи своими именами. Украина была, есть и будет. До зустречи. Я еврей, никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже. Я отдавал интервью к этой молодежной еврейской газете. Я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей, я бы поехал туда защищать мой народ. Так что же это получается? Неужели Владимир Соловьев наврал? Я вам больше скажу. Мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Ну, слава богу. А то я уже подумал, что самый честный журналист в мире Владимир Соловьев наврал. А оказывается, что все дело в том, что Россия просто тоже воюет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Но подождите. Это же тогда получается, что Соловьев воюет на фронтах российско-украинской войны? Он фронтовик? Он боевой пометоносец? Или скорее старший трупоукладчик Российской Федерации? Привет. Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». И сегодня у нас уникальный выпуск. Прямо сейчас вы увидите, как Владимир Соловьев в девичестве Шапиро позорится не только на всю Россию, но и на весь Израиль и вообще на весь мир. И какой новый абсурд придумывает он и его дружки-пропагандисты, чтобы только удержаться у корыта еще хотя бы годик. Ставьте лайк этому видео для того, чтобы их корыта навернулась как можно скорее и чтобы опозорище этих ряженых патриотов узнал весь мир. Передавайте им привет в комментариях. И давайте начинать. Я все думал, как сегодняшнюю передачу начать? Мы с вами смотрим еженедельный итоговый выпуск так называемого «Вечера с Владимиром Соловьевым». И, к сожалению или к счастью, вранье началось с самых первых секунд этой программы. Да-да, уже вот здесь. Я все думал, как сегодняшнюю передачу начать? Это ложь. Соловьев вообще не подумал о том, как начать эту передачу. Если бы он подумал, он не выдал бы вот это. Водителя у Павла Зарубина, когда русские мужики из Бурятии говорили, что куда бежать? Мы буряты, мы... Какие русские мужики из Бурятии? Тем более, что они сами тебе говорят, что они буряты. Этот имперец сначала так долго хотел стать частью титульной нации, а потом настолько объелся пропагандой собственного производства, что, похоже, забыл, что в мире существует еще кто-то, кроме русских. И вот я смотрел на лица этих ребят, ПВ-шники буряты, боевые. Боевые буряты. Как-то не очень толерантненько звучит, не правда ли? Русские буряты, боевые буряты, ну уж ни в коем случае не буряты. Попахивает имперским шовинизмом. Да уж, чего греха таить, не попахивает. Смердит. ПВ-шники буряты боевые, остроумные, веселые, насколько можно быть веселым на войне. Я видел там очень разные эмоции, но я ненависти не видел. Вот ненависти к врагу нет. Так-так-так, к чему бы это? Вот ненависти к врагу нет. К народу нет. Вот да, непосредственно, когда враг, понятно. И война, понятно. И жесткость, понятно. Но когда он уже пленный, милосердие. Я прошу прощения, пленный у кого? У ПВОшников? Интересно. Не знал, что в российской армии войска противовоздушной обороны ходят на штурмы и берут пленных. Тем более, что эта самая бурятская 35-я бригада ПВО, как утверждают в российском же генштабе, воюет комплексами БУК М-3, стреляющими, если верить тому-таки генштабу, на 70 километров. То есть они днем где-то из-под Таганрога запускают ракеты по украинским самолетам, а ночью совершают марш-броски за линию фронта и обратно. Ну, для того, чтобы взять кого-то в плен и, конечно же, проявить милосердие. Ну-ну. Вот да, непосредственно, когда враг, понятно. И война, понятно. И жесткость, понятно. Но когда он уже пленный, милосердие. А к мирным, к украинцам, да кто угодно на той территории. Что? Тоже проявляют милосердие? Вот какие добрые ПВОшники. Вообще, какая добрая и мирная страна – Россия. Он же это пытается сказать. Потому что если это, то получается не очень. Украинцы не как национальность, а как граждане пока еще существующей территории с таким флагом и гербом. Вот она – истинная и добрая улыбка Российской Федерации. Уничтожить Украину и лишить десятки миллионов людей право на собственное государство, язык, герб и флаг. Посмотрите еще раз, насколько тяжело ему говорить о том, что какая-то Украина пока еще существует. Граждане, пока еще существующей территории с таким флагом и гербом. Нет никакой. Я вот смотрю, что сейчас в мире происходит. И я думаю, что вы знаете, самое важное – это человеком остаться. Знаете, после слов Лаврова об уважении границ Украины образца 91-го года, ну, тех, которые он выдал после уничтожения штаба Черноморского флота. Мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе декларации о независимости. Так вот, после этих слов заявление Соловьева о том, что «самое важное – это остаться человеком» звучит как новая цель специальной военной операции. Самое важное – это человеком остаться. Не оскорбаться. Ни в одну, ни в другую сторону. Действительно ли российская пропаганда готовит россиян к очередному жесту доброй воли? Давайте не спешить с такими выводами. Слушаем этих лицемеров дальше. Я услышал, что говорит президент Израиля, Вы просто послушайте, чтобы было понятно, почему меня это так резануло по сердцу. Сейчас будет шикарный момент. Однозначно ответственность лежит на всей нации палестинцев. И это риторика о гражданских лицах, непричастных и неведавших. Это абсолютно неправда. Президент Израиля ведет речь о том, что население сектора Газа также несет часть ответственности за атаки со стороны террористов Хамаса. Мол, ну конечно, никто не будет уничтожать всех жителей сектора Газа из-за действий террористов. Но хотя бы не стоит кривить душой, называя их сторонними наблюдателями или простыми людьми, которые ничего не могут сделать. Ведь по этой логике и немцы были бы не виноваты за развязывание Второй мировой войны, и россияне за нападение на Украину, Грузию, Ичкерию и так далее. Они могли бы восстать и бороться против злобного режима Хамас, который взял власть в Газе, совершив государственный переворот. Соловьёва, естественно, аж плющит от этих слов. А если заменить палестинца на русский и вложить в это уста какой-нибудь фундерлейн? Опасный момент. Прямо сейчас на ваших глазах российское государство в лице Соловьёва пытается заручиться поддержкой тех, кто вроде как против Путина, но всё равно сидит по домам. Хочет объединиться. Россия хочет объединиться с так называемыми неугодными либералами против внешнего, такого жестокого мира. Как может быть вся нация виновна? Открою секрет. Фондер-Ляйен, как и весь цивилизованный мир, давно именно такой позиции относительно россиян и придерживается. Все россияне должны заплатить за эту войну. И плата будет намного жестче, чем после Второй мировой для немцев. Почему? Ну потому что, когда немцы начинали свою агрессию 85 лет назад, у них было меньше знаний, меньше доступа к информации и, конечно, меньше исторического опыта, чем у нынешних россиян. Особенно учитываться будет тот факт, что где-где, а в российском образовании, или так называемом образовании, неповторение преступлений немецких нацистов – это с 45-го года. Вообще-то была главная идея Фикс. Мы победители Великой Отечественной войны, и наша задача как народа – не допустить, чтобы человечество скатилось в это абсолютное зло. Так что да, назидание будет жестким. Но Соловьев лично, эмоционально, конечно же, не поэтому так сейчас завелся. Так долго он вряд ли планирует жить, ну, судя по его поведению. Ему слова президента Израиля сейчас нужны совсем для другого. Догадываетесь, для чего? Для пропаганды. Как можно оправдать уничтожение всей нации? Я просто хочу понять. Они пойдут убивать королеву Иордании, она палестинка по национальности. Они пойдут убивать палестинцев с американскими паспортами, которые живут в Америке. Они пойдут и убьют всех палестинцев, которые в Европе. Придется открыть еще один страшный секрет. Израиль не просто не планирует уничтожать всех палестинцев. Они даже брать под контроль территорию сектора Газа не собираются. Это как минимум бессмысленно, а как максимум пагубно для Израиля. Это поняли в Тель-Авиве еще в 2005 году, 18 лет назад. И именно поэтому тогда оттуда вывели израильские войска. Ну и, конечно, кто-кто, а Соловьев об этом прекрасно знает. Но умалчивает и пытается выставить Израиль государством-агрессором, которое зачем-то хочет устроить геноцид палестинцев, да и вообще, если так посмотреть, арабов, да и вообще мусульман, да и вообще всех, кто против США. Но я когда смотрю, как на полном серьезе два с лишним миллиона человек им говорят, идите отсюда. Когда просто американцы говорят, не, ну это нормально. Когда можно сносить города, а потом говорят, мы сейчас все снесем, потом мы серьезно обработаем тяжелыми бомбами, чтобы все бомбоубежища там уничтожить. Ну а дальше уже будем зачищать. Нет, ну что вы, так нельзя. Израиль очень жестокий. То ли дело Россия. Знаете, почему Россия никогда в своей истории, а особенно за прошедшие два года, не совершила ни одного военного преступления? Несмотря на все доказательства. Знаете, почему? Это не в нашей культуре. У нас нет такого понятия. Но ведь и не поспоришь. Если нет такого понятия, то и совершать этого не могли. Ну, ничего. Пройдет не так много времени, и в жизни Соловьева, и его соучастников из этой студии в том числе, появится очень много понятий. Гунявый базар на круголязов антирю. В основном в студии Соловьева, как вы знаете, собираются старые деды, которые со всем меньшим энтузиазмом и энергией перенимают участие в пропагандистских вакханалиях. Но есть среди них и относительно молодая особа, которая никак не унимается и во время каждого эфира накидывает себе новые пару-тройку лет срока. И когда сейчас об этом заявляют официальные лица Израиля, мне кажется, что я ослышалась. Мне хочется вот так уши протереть. И хочется сказать, не может быть. Лучше бы тебе хотелось глаза протереть в тот момент, когда ты собираешься на эфиры. Потому что такое ощущение, что вместо того, чтобы надеть нормальную одежду, ты зачем-то влезла в оторванную от стены хрущевки водосточную трубу. И это на всю жизнь, а мне в детстве об этом много рассказывали, конечно же, стало для меня прививкой. Я правильно понимаю, что чем туже они с Захаровой затягивают свои корсеты, тем легче из их пастей изрыгивается пропаганда? Ведь евреи – это народ, который более, чем какой бы то ни было другой народ за всю историю человечества. Вы только вдумайтесь, если брать в абсолютных цифрах, в количественных измерениях, пострадал ровно от этого принципа коллективной этнической ответственности. Да-да, сейчас произойдет ровно то, о чем вы подумали. И от чего у вас, возможно, уже холодеет в жилах кровь. Эта пропагандистка сейчас назовет евреев фашистами. Как язык поворачивается у руководителей еврейского государства Израиль, говорить о том, что в Палестине виновны все, меня это приводит к очень грустной, неутешительной мысли, что, видимо, семена этого фашизма, а это ведь фашизм. Ну как? Уже все все поняли про российское государство? Или остались еще какие-то сомнения? Это ведь фашизм. По-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Но очень важно, чтобы в этот действительно эмоциональный момент мы с вами не пропустили одну очень важную манипуляцию, которую Боброритка, как профессиональная пропагандистка, вернула как бы между строк. В цивилизованном мире не существует никакого принципа коллективной этнической ответственности, о котором рассказывает московская нацистка. Есть ответственность по гражданству, по паспорту и пребыванию в той стране. Это когда ты там живешь, живешь там, откуда исходит терроризм. Когда ты платишь террористам налоги, когда ты молча соглашаешься с их политикой и с их терроризмом и с их законами. Когда ты как гражданин не контролируешь действия своего государства и своей власти, несущая смерть всем вокруг. Вот за это ты будешь отвечать. А твоя этническая принадлежность вообще никого не интересует. Например, этнический американец Джефф Монсон и этнический чеченец Рамзан Кадыров будут отвечать за зверства России одинаково, как граждане и налогоплательщики Российской Федерации. Ну и плюс, каждый из них будет нести отдельную ответственность за собственные преступления. Но это уже другая, отдельная история, которую мы, конечно же, расскажем рано или поздно. Это не отдушает, Гаврилович. Но пропагандистов вы поняли. Евреи, по версии этих существ, это фашисты, а россияне наоборот. Мы не такие, потому что мы не они. И слава богу, что мы не они. Это делает меня еще счастливее. Впрочем, наверное, не стоит ожидать какого-то адекватного отношения к другим народам от существа, которое давным-давно предало, что свою историческую родину, то есть Армению. Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, этносы, страны, некие сгустки племен каких-то, с отсутствующей государственностью, в том числе мой этнос. Что свою де-факто родину, то есть Россию, где она родилась, это существо предает изо дня в день. Что если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например. В этой ситуации куда интереснее понаблюдать, как ведет себя Соловьев, чьи родители в непростые советские антисемитские времена отказались от собственных еврейских фамилий Венецковский и Шапиро. И который после распада Союза открыто и с гордостью смог называть себя евреем. Я еврей, никогда этого не скрывал. И это правда, что является большой редкостью для Соловьева. Ну и, конечно, что теперь является для него большой проблемой. Потому что теперь очень многие люди начали вспоминать интересные факты из его биографии. Вот такие вот, например. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже, я отдавал интервью к этой молодежной еврейской газете. Я сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей, я бы поехал туда защищать мой народ. Это он, конечно, не сам начал рассказывать. За пару дней до этого весь интернет гудел об этом интервью и буквально начал растаскивать его на цитаты. Каждый сам выбирает пути, дороги в жизни. Вот если в Израиле начнется война, я сразу туда поеду. И ездил туда регулярно, когда там было очень плохо. И что же теперь? Я вам больше скажу, мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после той ужасающей трагедии, которая произошла. И вот тут я немножко недопонял. Это после всего того, что выдало про израильтян Симоньян, да и он сам в начале программы успел порядком полить это государство своим пометом. Что же он имеет в виду под защитой своего израильского народа? Неужели операцию против террористов Хамаса? Правда, тогда был посол Израиля, Аркадий. И он мне говорит, Володя, не обижайтесь, но вы старый. В этом возрасте, а это было столько лет назад, в этом возрасте израильская армия, вы точно не нужны. Короче, съехал с темы. И здесь я хочу, чтобы очень четко было понятно. Я еврей, но не израильтянин. В общем, вы поняли. Мою маму звать Шапиро, ну а папу Соловьев. Я им сделаю всем каку. Поведусь, как Шоловьев. А лет через 30 их дети, когда прочитают об этой истории в учебниках новых демократов, скажут, что же ты папа и что же ты мама. И будет безумно стыдно. Аргументов, почему он все-таки не поедет воевать за Израиль, как обещал, этот персонаж нашел массу. Старый, занят пропагандой против Украины и вроде как даже не имеет израильского гражданства. Но о самой главной своей отговорке он, конечно же, умолчал. Соловьев не может поехать защищать Израиль, потому что каждый день на всех доступных ему площадках он атакует Израиль. Он поливает грязью израильский народ, израильскую армию и израильское правительство. Что уж говорить о Симоньян, который со своим агентством RT-Арабик переживает, ну просто буквально ренессанс пропаганды. Повести ее Израилю будет трудно. Ведь в таком случае, можете себе представить, Хамас воевал бы на своей территории, владея всей информацией о районе и обстановке, и, вероятно, имея существенную поддержку со стороны местного населения. Палестинцы выходят на улицы с портретами Путина и российскими флагами на масштабные демонстрации в городе Хевроне против израильской агрессии и войны в Газе. Многие палестинцы возлагают большие надежды на Россию, что она остановит геноцид палестинского народа. Так что они будут атаковать и Украину, и Израиль, и любую другую страну, как только будут понимать, что это им выгодно. Им или их хозяевам, старым хозяевам в Москве, или новым хозяевам в Пекине, все больше показывающим свое лицо из-за плеч своих прокси в разных частях мира. Вы же это замечаете, правда? Поэтому я прошу вас, где бы вы ни находились, активно бороться против оси зла. Нужно не дать ей расправить не то что крылья, но даже лопатки. Один из самых действенных способов борьбы – это донат на вооруженные силы Украины. Вот QR-код, а под видео ссылка на сайт фонда 24-го канала. Помните, что именно ВСУ уничтожают мировое зло в промышленных масштабах. Именно они, защитники и защитницы Украины, борются против самой большой концентрации этого зла. Против тысяч танков, пушек, самолетов и сотен тысяч зазомбированных пропагандой вооруженных солдат, защищающих это самое зло. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Слава Украине! Слава Украине!